Дворца Телты Пять лет назад краевые власти собирались передать ДК Институту культуры для расширения площадей, но до реализации дело не дошло. Кроме того, эта площадка неоднократно рассматривалась под новое здание Пермской художественной галереи. В России могут запретить продавать алкоголь в пластиковых бутылках объемом более полулитра. В Минздраве и Роспотребнадзоре поддержали эту идею. В правительстве уверены, что ограничение уменьшит потребление алкоголя среди граждан и сохранит здоровье россиянам. Использование пластиковой упаковки при производстве алкогольной продукции снижает ее стоимость, а значит увеличивает степень доступности алкоголя для населения, рассказали газете «Известия» в Минздраве. По информации издания, отзывы всех ведомств, скорее всего, поступят в кабинет министров в начале июля этого года. Сейчас в России запрещается производить и реализовывать спиртные напитки в пластиковых бутылках объемом, превышающим полтора литра. Это ограничение начало действовать в 2017 году. Вейпы и электронные сигареты приравняют курению табака. Они попадут под действие единого антитабачного закона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями обсуждения в правительстве. До сих пор этот рынок фактически никак не регулировался государством. Теперь же в отношении этих средств будут действовать те же ограничения, что и для сигарет. Между тем, некоторые представители отрасли отмечают РБК с позицией властей не согласны. С их точки зрения, новые технологии разительно отличаются от обычного табака и должны регулироваться отдельно. По данным информагентства «Русский табак», объем рынка альтернативных средств курения в России в прошлом году составил около 300 миллионов долларов. Минтруд предложил изменить систему расчета доплат малоимущим пенсионерам. В частности, механизм определения прожиточного минимума пенсионера. По этому показателю вычисляется размер социальной доплаты к пенсиям. Сейчас в России каждый регион устанавливает собственную величину прожиточного минимума пенсионеров. Одновременно этот показатель определяется для всей страны. Минтруд считает, что в ряде регионов данная величина необоснованно занижена или завышена. В связи с этим, ведомство предлагает закрепить на законодательном уровне единые подходы к определению величины прожиточного минимума пенсионера в регионах. В целом, по России, прожиточный минимум пенсионера сейчас составляет 8726 рублей, в Пермском крае – 8279 рублей в месяц. Курс доллара, установленный Центробанком на 22 июня, составляет 63,78 рубля, курс евро – 73,68 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах!